здравствуйте дорогие друзья с вами павел басманов и вот подошел четвертый сезон ответов на ваши вопросы всего вопросов было всего чуть-чуть не так много если мы сейчас посмотрим вопросов 34 вопроса вот первое естественно тут проверка 1 1 это не знаю кто захотел в этот раз как я сделал я немножко шпаргалочки сделал все ссылки которые будут указаны они будут указаны также под уроком то есть будет вопрос и тут же ответ то есть я это сделаю чтобы для вас более удобнее было именно ссылочность ну что ж давайте прежде чем приступить к нашему ответам я хочу сказать что мы сделали в январе то есть если мы перейдем на наш блог и посмотрим что у нас новое появилось может кто-то заметил кто-то нет но пока еще никто этого не видел во первых у нас появилась вопрос ответы и предложения то есть вот здесь вы можете оставить ваши идеи ваши вопросы и проблемы ну и также благодарности можете здесь для чего это нужно в день я отвечаю на всякие проблемы но где-то 5-6 писем не день приходит то есть за месяц очень много то есть у каждого разные проблемы и я каждому отвечаем чтобы мои ответы были доступны для всех и как бы база пополнялся именно нормальными ответами вы то есть вам советую лучше все таки сюда писать ваши проблемы ваши вопросы также можно идея написание каких-то уроков также можете писать сюда то есть или связь с автором но лучше суда то есть все будет будете видеть и вопрос и мой ответ то есть вот это будет решение я так думаю что она будет лучше это первое что мы сделали второе уже наверно все заметили то есть мы дополнили еще два бесплатных курса то есть онлайн хранилище и установка windows 7 то есть на них можно подписываться также мы ввели skype поддержку поддержка в на данный момент стоит 500 рублей час то есть двое уже как бы просмотрели если мы сейчас откроем и даже отзывы появились написали люди отзывы у этой skype поддержки то есть можете здесь посмотреть вот борис красвасский вот я с ним разговариваю это израиль и евгений пушка рук пушка рук может что-то неправильно что извините это украина то есть вот такие у нас сервисы добавились это skype поддержка также хочу сказать о наших группах соц сетях то есть эта группа вконтакте и группа в одноклассниках по ним какая ситуация в одноклассниках я вижу то что люди постоянно кликают то есть комментарии какие-то это отлично но вконтакте я не вижу ни одного лайка ничего то есть никто мне не говорит ни спасибо никаких комментарий не вопросов хотя технически эта группа более как бы гибкая именно для вас для пользователей для наших слушателей также хочу сказать что в группах мы размещаем не только все уроки но различные анонсы просто других программ допустим вот вышел программ дежавю то есть вы об этом нету в блоге то есть здесь мы не только рассматриваем уроки но и всякие железо и программное обеспечение в одноклассниках полная зеркальная копия то есть один в один полностью все это сделано как вы видите здесь очень много разной информации обо всех гаджетах и так и далее ну вот собственно и все как бы еще наш канал на ю тубе вот здесь вот находится то что на него легко подписаться также можете подписываться видео естественно там появляется быстрее чем приходит вам рассылка это тоже хочу заметить ну вот собственно такие небольшие нововведения которые мы сделали именно в январе ну а теперь перейдем естественно к вашим вопросам ну давайте здравствуйте у меня такая проблема здесь скорее всего этот криншот сейчас мы его посмотрим перейти по адресу перейдем здесь изображением security центр кто не знает этот центр отвечает за обновление windows то есть как я вижу это поэтому скриную там в конце то что он не стартует на этот вопрос я уже лично отвечал этому человеку сейчас не смогу найти но есть ссылка если мы перейдем по ссылке то есть какое нашел тоже такой же ответ вот поддержка не удается включить службу центра обеспечения безопасности тут полный развернутый ответ именно конкретно что нужно сделать как нужно сделать и возможно какие решения именно этой проблемы ссылка будет естественно под уроком то есть все это будет очень большой развернутый ответ но если не включается возможно вы поставили иногда бывает я вот уже не первый раз то что ставите программы которые это отключает и потом с этим проблемы естественно появляется ну все на этот вопрос я думаю ответили следующий вопрос как замедлить скорость воспроизведения видео скачанного на комп формате mp4 у плеера у каждого практически плеер как кмкс плеер который мы в основном предлагаем всем поставить он более удобный там есть такая функция но если в других функциях замедленное воспроизведение именно скорости видео следующий вопрос стоп ошибка 9f это ошибка проблема с драйверами то есть какой-то драйвер у вас вызывает ошибку советую обновить драйвера именно с официальных сайтов каждой вашей железки то есть материнской платы чипсет там аудио все 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 именно с официальных сайтов полностью попробуйте обновить именно драйвера возможно она пропадет если она не пропадет то скорее всего или какая-то программа или советую просто переустановить windows это будет быстрее окей следующий вопрос windows 81 пропал dvd ром его не видно нигде кроме биоса в то же время я переустановил с него windows а чистые диски или записью данных не видеть помогите пожалуйста с уважением саламон уважаемый саламон скорее всего у windows 8 нету просто драйвер для вашего привода я как бы больше ни на что не могу как бы смотреть именно в этом и проблема если в биосе виде то это железо определяет да он загружается а потом пропадает попробуйте все-таки обновляться windows апдейт и возможно там будет драйвер для вашего привода скорее всего так а если вы переустанавливали биос то есть устанавливали лицензионный windows или не лицензионный бывает как бы сборка обрезанная то есть там убраны все драйвера я вам советую знать чистую операционную систему не урезанную очень много проблем я вижу именно с урезанный windows ставьте чисто мой вам совет а на windows 8 не создается точка восстановления пропадает выделенное место под точки восстановления все настройки правильные посмотрите сколько у вас места на диске c и советую обновить до windows 81 или обновить текущую конфигурацию такие проблемы реально были у многих как я читал по форумам все советуют обновиться до 81 и загрузить последние обновления и проблема как бы решаемо как навсегда удалить поиск вебалта ни разу конечно не ставил я знаю что это скрытый специальный поисковик чтобы заходить на разные закрытые уже ресурсы удалить его как обычно потом просто в программ файл удалите именно папку где она находилась в реестре конечно останутся ключи но реклеером у нас урок поэтому есть почистите потом реклеером как проще вырезать фрагменты из mp3 но практически любым аудио редактором даже если мы перейдем на как вот сайт 9 софт который с которым мы уже много программ там есть аудио редактор возможно попозже сделаем по этому урок как я понимаю это вам формат для mp3 еще для чего-то советую просто бесплатный аудио редактор самого всех это есть следующий вопрос windows 7 как установить перемещение файлов внутри папки перетягиваем произволь не имея так не по имени дать создание типу размеру так но это свойство здесь я покажу лучше быстрее будет допустим музыка откроем и здесь музыка то есть упорядочить и вот альбом исполнитель композитор да а здесь есть еще и если мы перейдем вот открываем правой клавиши мыши сортировка да вот вы проект на имели имели виду а здесь есть подробней открывается подробней здесь кучу всяких настроек как вы можете полностью сортировать то есть можно очень много разных настроек то есть как вам удобнее так можете сделать вот так советую поступить с этим следующий вопрос как находить вирусы через диспетчер задач windows 8 ну во первых через диспетчер задач его знаете во первых антивирус через диспетчер задач тяжело найти вирус если вы не знаете даже какой он вирус то есть какой процесс именно занимает этим вирус то есть какой процесс запускается и так и далее то есть в этом отношении просто советую вам поставить антивирус и нельзя на этот вопрос ответить конкретно вируса постоянно пишется и какой как он будет называться мы естественно не увидим и никогда не узнаем там может позже да мы узнаем следующий вопрос невозможно включить защиту системы в параметрах защиты в таблице доступные диски диск не отображается а вместо них надпись идет поиск все кнопки не активны службах не включается программный поставщик теневого копирования всплывает окно отказано в доступе а следовательно нельзя создать точку восстановления системы как это исправить проверьте вы на самом деле вы администратор именно вашей операционной системы именно админ не просто пользователя именно админ в основном в этом проблема и также советую обновиться как говорила ранее следующий вопрос почему гаснет экран при запуске программ с рабочего стола это у многих частая проблема именно с монитором монитор так как говорится работает именно какая-то конкретная разные марки мониторов именно на смену частоты и другого разрешения вашего приложения то есть обычно это несколько секунд и как бы исправить это никак невозможно то есть даже если вы драйвера обновите возможно эта проблема исчезнет именно драйвера видеокарты вам нужно обновить то есть скачать с официального сайта и установить если проблема нерешаема то это проблема с монитором но это у многих такая проблема то есть как бы с ней нормально живу даже у меня такое раньше было с одним монитором потом я Просто монитор поменял, и всё, и проблема как бы у меня решилась. Также эта проблема бывает, когда через HDMI кабель подключается к монитору. Тоже такая проблема бывает. Следующий вопрос. Free Audio Converter не записывает звук? Это конвертер, а не программа для записи. В ней даже нету, не написано, что... Если даже мы сейчас перейдём, давайте перейдём, кстати, и ответим, как обрабатывать звук. Там вроде бы у них есть эта программа. Если мы сейчас пойдём, найдём её. Так, вот он DVD-софт. И вот, как вы смотрите, поддерживает так, так, так. Это приложение даёт возможность сжимать файлы без потери качества цифровой музыки. Именно не обрезать, то есть как вы задаёте, не записывать звук. А именно он для конвертации. То есть здесь нету как таковых. Именно конвертация. Но никогда ещё что-то там. Если... Так, здесь мы посмотрели. Давайте посмотрим, какие у них насчёт обрезания. Так, есть ли у них такая программка. Вот Free Audio Dupe. Вот программка. Собственно, для обработки аудио. Как раз мы здесь можем посмотреть. Для редактирования аудио, позволяющего вам удалять ненужную часть аудиотрека без какой-либо перекодировки. Вот вам ответ на тот вопрос, как можно конвертировать, то есть не конвертировать, а именно редактировать аудио в ваши файлы. Вот, собственно, программа простая. На русском языке можете её использовать. Ну, давайте перейдём к следующему вопросу. Следующий вопрос. Примерно часа через два работы на рабочем столе надписи по всем документам чернеют, некоторые исчезают, при перемещении остаётся лестница. Открытые документы корёжат, комп виснет, диспетчер задач не выходит, спасает отключение-выключение, перезагрузка. Windows XP 2013. Что-то, не знаю, что это такое. Это чип какой-то обрезанный. И видеокарты NVIDIA GeForce 2 MX400. Что делать? Я так думаю, возможно, у вас идёт перегрев видеокарты или перегрев чипсета. Советую заменить на видеокарте, посмотреть вентилятор, он вообще у вас работает или не работает. Если видеокарта просто с радиатором, осторожно вскройте радиатор, замените термопасту. КПТ-8 можете приобрести, стоит 30-40 рублей, максимум 100. Если это не поможет, то советую заменить видеокарту. Скорее всего, у вас проблемы с конвертерами и уже видеокарта просто помирает. Следующий вопрос. Четвёртый сезон, задаю вопрос, никто не досужился даже ответить. Задайте вопрос лично, как я вам и говорю. Во-первых, мы на все вопросы отвечаем, даже если вы посмотрите по видео предыдущих сезонов. Я на все вопросы отвечаю. Ну, пишите лично. Возможно, что-то как-то ваш вопрос нигде не принялся и мы его не видим просто-напросто. Так, следующий вопрос. Приобрёл фотосканер HP ScanJet G2710. Сканер сам работает, но у него есть программа HP, при её включении выдается ошибка и программа включается. Установлено Windows 7. По паспорту сканер предназначен для Windows 7. Что можно сделать, чтобы программа работала? Так, вот здесь вот ссылочка я как раз приготовил. Мы перейдём. И сейчас вы увидите свой ответ на этот вопрос. Сразу хочу сказать, что просто вышла новая совершенно программа. То есть, видите, обновление программы и лета и лета до версии HP Photo Creator. То есть, эта программа как раз заменяет ту программу. Просто вам стоит установить её. Заново здесь есть удаление. И потом восстановление. То есть, поставьте новую программу просто и всё. И проблем, мне кажется, не будет у вас. Следующий вопрос. Чтобы связаться с вами через Skype, нужен порядок подключения и ввод в рабочий режим веб-камеры. На ноутбуке Dell N5110. Так, лично я вам высылал уже инструкции. Просто поставьте Skype. На всех ноутбуках веб-камеры уже в рабочем состоянии. Всегда её можно посмотреть. Ну, по этому вопросу, все веб-камеры на ноутбуках обычно работают. Если она у вас не работает, то проблема, наверное, у вас сломалась. Поставьте Skype, проверьте, собственно, если она всё-то там можно сразу увидеть. Работает или не работает она. Вот и всё, как бы весь ответ на этот вопрос. А если у вас именно не определяется, как устройство, именно нет драйвера под этот ноутбук, напишите мне лично связь с автором через блок, и мы с вами более детально постараемся поработать над этим вопросом. Следующий вопрос. После удаления драйвера при ремонте ноутбука Asus была произведена повторная установка его родного драйвера для принтера Canon. После этого не работает сканер. В упадающем окошке сообщается не установлен драйвер сканера. При переустановке всё остаётся по-прежнему. Что делать? Ну, честно говоря, надо попробовать просто переткнить, во-первых, USB в другой вход на ноутбуке. И попробуйте именно удалить все драйвера опять заново, перезагрузить и скачать именно для вашего принтера, то есть MFU. Именно ваши драйвера. Посмотрите, я заходил просто на сайт официальный Canon. Там после Canon MP280 есть ещё идут цифры. Именно скачивайте конкретно прямо под ваш принтер. Если что-то не получается, пишите мне на связь с автором. Будем с вами более подробно работать, если что-то не получается. Следующий вопрос. Перестал работать Wi-Fi на ноутбуке, ПКГ и так и далее. Что делать? Ну, скачайте официальный драйвер с официального сайта. И, скорее всего, он у вас заработает. Обычно так происходит. Потому что бывают Wi-Fi драйвера. Драйвера просто-напросто вылетают. У меня тоже такое было. Но ничего страшного. Скачал, установил и проблема сама по себе решилась. И тут следующий вопрос очень большой. Прошу помочь разобраться в неслужном вопросе. От консультации различных специалистов и занимающих вопрос настройки ПК. Я уже балдею. Я тоже от вашего большого вопроса. В чём вопрос? Windows 7. У меня домашняя расширенная лицензионная отличная ноутбук Acer 5760. Куплен 2 года назад в магазине. Возбула установлена. Во вкладке расширенный метод восстановления есть вернуть компьютер в состояние заданное изготовительным. То есть, говоря простым языком, к заводским настройкам. Да, совершенно верно. Одни говорят, что все сохранения, как было и перед запуском этой функции, в последний момент перед восстановлением, и точнее, в последней точке восстановления. В том числе и программы, скачанные из интернета. А ряд этих программ установлены на системные диски C в каталог программ файл. С и программ файлов. Само количество этих программ у меня находится на логическом диске E. Тогда ни о чём вроде беспокоится, если так. Но есть и другая информация. Состояние ОС, заданное изготовителем, подразумевается, что сохраняются только те настройки программы, которые находились после первого запуска и после покупки ноутбука. Даже если некоторые из этих программ были удалены, то они снова появляются. И я поддерживаю эти точки зрения. Прошу сообщить, как обстоят на самом деле. Отвечаю. Ваш второй именно подразумевается то, что восстанавливается полностью с нуля. И все программы, которые установлены производителем, именно они только остаются. Если даже у вас другие программы, как бы устанавливаете вы на диске E, они у вас полностью перестанут работать. Почему? Потому что всё равно на диск C записывается информация. То есть в реестр и во многие другие службы прописываются именно эти программы. То, что вы устанавливаете на другой логический диск, это вы просто сохраняете место на диске C. То есть если вы игрушку поставили на диске E, там весит который 20-30 гигов. Или ещё какой-то софт, который очень довольно-таки мощный по ёмкости в мегабайтах. Так что вторая информация, то, что вам сказали, подразумевается, что сохраняются только те настройки программы, которые находились после первого запуска операционной системы. Совершенно верно. Так, и ещё. Обнаружил недавно ряд повреждённых системных файлов при сканировании с командной строки с помощью команды. Проверьте просто стандартные программы, которые есть, собственно, мой компьютер, если вы откроете. Вот здесь очистка диска и сервис здесь. Выполнить проверку. Сделайте выполнить проверку, и он вам заменит всё, что нужно. То есть здесь, если мы запустим, и начнётся проверка вашей диске. Не надо никакую командную строку или ещё что-то в этом роде. Так, и также, что мне сказали, что после восстановления с помощью вернуть компьютер в состояние, заданное изготовителем, повреждённых системных файлов будут заменены исправным. Или могут быть заменены. То есть ещё не факт. Что поэтому так? Думаю я. Как я вам говорю, проверьте именно сервисом, и всё исправится. Он вернёт как раз и то же самое. Не мучайтесь себя, не делайте лишних движений. А вообще ноутбук работает на 4+. Всё нормально, экспериментируйте, проверять при загрузке ООС что-то не хочется. Ну, уважаемый Геннадий, конечно, если у вас ноутбук работает на 4+, не надо трогать. Это первое правило компьютерщика. Если всё работает, не трогайте. Нужно работать, можно проверить, как я вам сказал, диски, чтобы исправить автоматические ошибки. Если у вас начался греться, два года уже ноутбуку, я вам советую всё-таки его почистить. Скорее всего, у вас там уже пыли много, он, возможно, уже перегрев. Советую поменять термопасту, чтобы ноутбук дольше проработал. Вот и всё. Так, поехали дальше. Не работает дисковод. Ну, это уже давно, это, наверное, кто-то просто уже шутит. Замена. Почему не работает справка Windows 7 среди локальных служб? Данная служба тоже отсутствует. При нажатии клавиши F1 выдаётся ответ. Ошибка при запуске справки и поддержке. Что делать? У вас операционная система урезанная. То есть, опять, это какая-то сборка кривая, косая. У вас просто именно служба, справка, её просто вырезали из этой сборки, её просто нет. Уставите чистую операционную систему и работайте, пожалуйста, там всё будет. Следующий вопрос. Как настроить на компьютерных классах локальную сеть с выхода в интернет? При статическом IP не работает интернет, при динамическом локальная сеть. Совершенно верно. Что тут нужно сделать? При статическом IP-адресе, то есть, вы выдаёте IP-адреса именно конкретно компьютерам, это всё правильно, так и нужно сделать. Это получается рабочая группа. Пропишите, во-первых, там маска обязательно, потом шлюз нужно прописать, шлюз роутера. Какой у вас шлюз есть? Там, допустим, если ZIXEL, то 192.168.1.1. И обязательно укажите DNS-сервера прописать. DNS-сервер – это провайдером представляете. Позвоните провайдеру и спросите, какой у вас DNS-сервер. Он вам скажет, обычно один или два адреса, и вы спокойно сможете работать. И будет у вас отлично сетка работать. Вот так вот. Если что-то не получится, пишите, поможем. Следующий вопрос. Пожалуйста, помогите. Работа системы компьютера как-то завязалась с интернетом. Пример. Идёт закачка торрента, скорость примерно 5-6 мегабайт. Это достаточно, 50-60 мегабайт в секунду. В это время на компьютер невозможно ни играть, ни открыть браузер. То же происходит, если большая скорость отдачи. Ну, естественно, а что же вы хотели? Торрент тоже так же кушает и все процессы, и всё. То есть у вас или оперативки маловато, или нагрузка на винчестер, то есть винчестер слишком слабый для скорости, или просто сам компьютер тоже маломощный. А обычно при торренте, при такой, конечно, большой скорости, комп довольно-таки мощно нагружается. То есть вы представляете, идёт передача такого потока данных, естественно, он у вас будет тормозить. Тем более браузер. То есть торрент забирает всю, как бы сказать, скорость всего интернета. Естественно, у вас браузер не будет открываться. Также и в игрушках он занимает, скорее всего, всю оперативку. Там же при скачивании торрента создаётся дамп-файл, то есть временный файл. И он как раз, то есть много, куча, нескольких файлов, которые занимают ваша оперативная память. Вот поэтому скачали торрент, выключили, и как бы дальше продолжаем играть, открывать браузер. Или приобретите новый компьютер. Ну, следующий вопрос. Здравствуйте. У меня монитор бывает закрывается цветной сеткой, затем гасит. Через пару секунд всё возвращается в норму. И всплывает сообщение, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. Но драйвера все обновлены. Подскажите, где искать причину проблемы? Возможно, также перегрев, во-первых, видеокарты. Советую видеокарту почистить. Возможно, также у неё конвертеры отъезжают. То есть она просто умирает. Ну, это первое. То есть почистить видеокарту, попробуйте переустановить операционную систему и установить драйвера с официального сайта. Не через какие-то драйверы с пак Солюшина, а именно с официального сайта. Возможно, проблема пройдёт. Если проблема не проходит, можете запустить тест именно видеокарты. То есть это даже лучше второе сделать. После как вы почистите видеокарту, запустите тест видеокарты. Протестировать. И если артефакты вылезут, то значит замена видеокарты. Тут без всяких слов. Следующий. Как удалить запись в реестр? Сделаны пробные версии программы для того, чтобы после окончания срока действия и удаления этой программы можно было снова поставить эту пробную версию. Хитрые, конечно. Таких ответов мы вам не дадим. Это пиратство называется. Следующий вопрос. Назрела необходимость переустановить систему. Много мусора, которое накопилось, просто так не удаляется. Я при этом форматирую системный диск. Ну, согласен. И поэтому вся информация пропадает. У меня сейчас очень много закладок в Мозиле. Переписать их очень утомительно. Нельзя их как-то сохранить. Конечно, можно. У нас есть урок даже. Если вы перейдете на блог, просто в поиске Мозилу, допустим, забьете. Есть урок МАЗБК, призерная копия почты и браузера. И она вам сделает прям моментальную копию. Вот он, есть урок. И как бы проблема будет решена. И потом спокойно можете восстановиться. То есть вам и почту, и закладки, и адресные книги. Все, что нужно, все он сохраняет. Это отличная, замечательная программа, которая отлично работает. Так, поехали дальше. Доброго времени суток. И вам того же. У меня возникла такая проблема. На компе стояли две операционные системы. Windows 7 и Hackintosh. После того, как хотел установить Casper 13, после перезапуска, мыши клавиатуры были заблокированы. Хотя индикаторы горели. Пришлось Windows убить. И я хотел поставить Windows 8. Но не смогу ее поставить. И 7 тоже не пропускает Hackintosh. Что делать? Да, такая проблема есть. Вам нужно было не удалять сначала. Если у вас индикаторы горели, скорее всего, просто маленько, может, не дождались. И мыши, которые бы определились. Просто надо было выключить и включить. Может, пару, раз, два, три. И все нормально заработало. Теперь, чтобы вам заново сделать, вам нужно сначала снести Hackintosh. То есть, полностью все удалить. Поставить Hackintosh. Потом поставить Windows, какую вы хотите. Только после этого. Больше никак. Следующий вопрос. Хочу установить USB 2.0 вместе с USB 1. Нашел на Амазоне переходник-планку на 4 порта, но требует специальный кабель для подключения внутрь компьютера. Что это за кабель, я не знаю. С одного конца у него обычный USB папа. А что с другого? Куда его подключать на материнке? Как его найти в интернет-магазине? Подскажите, пожалуйста. Ну, у вас есть ли USB 1? Я вам советую просто поменять компьютер. Извините. USB 2.0 компьютер простенький. Можно реально купить на барахолке. Да, вот кто этим занимается. Буквально за 2,5 тысячи можно готовый системник, к которому можно уже и 4 гига оперативки DDR2. То есть, бэушный, да, его можно приобрести, но это будет, я думаю, даже дешевле, чем вы с Амазоном будете заказывать эту переходную планку на 4 порта. Да и чипсет, если чипсет у вас зашит под USB 1, то он никак не будет работать под USB 2. То есть, это нереально просто, это технически невозможно. Как вы увеличите скорость на материнской плате за счёт какой-то там планки, которую я даже никогда не видел, и такого просто не может быть. Следующий вопрос. Как из моего ноутбука зайти в домашний компьютер? Воспользуйтесь удалённым доступом. Timeviewer, AmiAdmin, просто простейший RDP. В Avasti есть такой доступ, тоже можно зайти. Ну, лучше всего Teamviewer. Так, наверное, самым просто. Можно зайти через удалённый доступ на свой компьютер. Ну, вот, собственно, и всё. Все ваши вопросы я вам ответил. Также хочу сказать, всего 34 вопроса было. И как мы видели, сколько было, то есть, как часто будут задаваться ваши вопросы, то есть, раз в месяц, раз в два, раз в три. Как я посмотрел, 34 вопроса, это за месяц, то есть, за полтора-два месяца накопилось. И мы посмотрели, самое оптимальное будет, то есть, следующий сезон будет выходить, то есть, через полтора месяца. То есть, получается, где-то в конце февраля он выйдет заново. И в конце февраля вы будете задавать следующие ваши вопросы. Ну, вот, ещё раз хочу напомнить, то есть, у нас появилось, если вы зайдёте, вопросы, отзывы и предложения, прошу писать сюда. Здесь будет и вам, то есть, возможно, кто-то напишет, кому-то я отвечу, и вы найдёте своё решение вашей проблемы именно здесь. То есть, эта база именно такая будет лучше для всех, именно конкретно. Я думаю, это будет интереснее намного. Ну, вот, собственно, и всё. С вами был Павел Басманов. Это четвёртый сезон ответов на ваши вопросы. До скорых встреч. До свидания.